Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем тему положения прилагательного в предложении И вдогонку к упражнению на эту тему я решила сделать небольшую теорию И показать, как примерно могут вести себя прилагательные И как вообще узнать, может прилагательное стоять перед существительным или не может Если может, то в каких случаях Если не может, то почему И вообще, есть ли какая-то классификация Есть ли какие-то закономерности Да, они есть Возьмем первый пример The girl is afraid Девочка боится Значит, что мы имеем здесь? Afraid это наше прилагательное Оно отвечает на вопрос, какая И характеризует оно слово девочка Вот это При этом оно стоит после глагола is И связано с ним в одно целое Более того, мы не можем сказать afraid girl Так невозможно делать И мы знаем почему Потому что наше прилагательное здесь особенное Оно начинается на a А мы помним, что все прилагательные, которые начинаются на a Ну, не ставятся перед существительными Все эти alive, aware, afraid и так далее И так далее, их очень много Они ставятся после действия Обычно после is, может быть после become, после get, например, еще может стоять Но в любом случае не перед существительным Хорошо, возьмем другой пример She is unwell Ей плохо или ей нехорошо Опять, вся та же самая история У нас уже не начинается наше прилагательное на a Но тем не менее оно стоит после глагола Ну хорошо, оно стоит после глагола Оно характеризует слово she, тем не менее Но возможно его можно и перед she поставить Unwell she или что-нибудь такое Нет, конечно же нельзя unwell she сказать И unwell girl тоже нельзя будет сказать Почему? Потому что здесь мы говорим о состоянии тела Или будем говорить о состоянии здоровья А такие прилагательные тоже нежелательно ставить перед существительными Или перед местоимениями Теперь следующее Ill children Здесь вроде тоже состояние здоровья Но почему-то ill у нас стоит перед children С другой стороны можно и children are ill сказать Это тоже нормально будет И странно как-то получается С unwell мы так не могли сделать А с ill почему-то можно А дело в том, что это разные ill Children are ill Это вот дети больные Здесь состояние здоровья, поэтому оно вот так стоит А ill children это немножко другое ill Это, скажем так, прилагательное, которое классификатор То есть вот есть дети здоровые, а есть дети больные И вот в таком случае ill может стоять перед children А unwell не бывает в роли такого классификатора Это просто вот характеристика самочувствия и не более того То есть здесь это здоровье Здесь это тоже здоровье А здесь это классификация Здесь ill у нас показывает как бы группу людей Проблема в том, что все нормальные английские слова имеют по нескольку значений Поэтому в одном значении они могут себя вести по одному А в другом значении они могут себя вести совершенно по-другому Теперь дальше идем Academic writing Буквально только что мы видели Что если у нас прилагательное начинается на a Оно будет стоять после действия Почему здесь academic, которое тоже начинается на a И ничем вроде бы не хуже слово afraid Но почему-то стоит перед writing В чем дело? Writing это у нас в данном случае предмет Нет, не будем сейчас углубляться в что именно Существительное, несуществительное Но тем не менее слово academic характеризует слово writing И если следовать логике с буквой a в начале прилагательного Мы бы должны были бы сказать writing is academic Но дело в том, что academic слово Это опять же классификация Точно так же как ill Потому что есть academic writing Есть legal writing Есть technical writing И так далее, и так далее То есть вот это особый вид writing Который у нас academic Не более того Это не показывает состояние Это не показывает состояние души Или тела, или здоровья Или еще чего-нибудь Нет Это просто классификация Кроме того, есть еще один важный момент Слово academic, как и слово absolute Как и другие слова прилагательные Которые начинаются на a Те из них, которые иностранного происхождения Они обычно из латыни, из греческого Бывают из французского еще Но в любом случае это не английские слова Эти слова ведут себя немножко не так Как все эти alive, aware и alone Поэтому они могут стоять перед существительным А могут стоять и после существительного Но при этом они будут иметь несколько другое значение Итак, из этого всего можно вывести такую схему И сказать, что по большому счету Все прилагательные по расположению в предложении Можно разделить на три группы Первая группа Это те, которые стоят перед существительным Или скажем так, перед предметом Это может быть существительное Это может быть герунди Это может быть местоимение Короче говоря, это что-то, что отвечает на вопрос Либо что, либо кто Далее вторая группа Это те, которые стоят после глагола Обычно это be глагол может быть Но может быть become Может быть get Это реже, конечно Но тем не менее Может быть seem Иногда seem to be Иногда еще может быть turn out И еще ряд других Но в любом случае это те глаголы Которые обычно употребляются состояниями И наконец третья группа Это всеядные прилагательные Которые могут стоять везде Другой вопрос Что они могут быть везде В разных значениях Но это уже другой вопрос Визуально они вроде бы как не меняются Итак, первая группа прилагательных Которые могут после глагола стоять И обычно стоят после глагола Без исключений, как говорится Это прилагательные Которые начинаются на a A adjectives так называемые Все эти Alone Afraid Aware Alive Asleep Awake И так далее И так далее Их очень много Эти слова интересны все тем, что они образованы от других Либо существительных, либо глаголов И поэтому они такую промежуточную стадию имеют Они вроде бы как и прилагательные, но в то же время они соотносятся с определенными существительными или действиями Поэтому у них вот такое вот интересное свойство Кроме того, они все показывают состояние Здесь нужно это понимать Именно поэтому они любят стоять после is, после become, после get Это прилагательные, которые в совокупности с другим глаголом превращаются по сути в полноценное сказуемое, полноценное действие Именно поэтому им, ну что называется, ближе по духу глагол, чем существительное Именно поэтому они так странно себя ведут Теперь далее Есть вторая группа, которая тоже стоит обычно после глагола Это те прилагательные, которые описывают физическое самочувствие Ну и сюда можно еще отнести те, которые показывают эмоциональные вещи какие-то Ну теперь возьмем примеры, чтобы было хоть понятно, что это Ну вот, например, сюда можно отнести Ill, unwell Сюда же upset, fine Чувствую себя хорошо I feel fine, I am fine Ну и также сюда можно отнести sure, unsure То есть чувствую себя уверенно, неуверенно Это уже не здоровье, но это тем не менее душевные какие-то порывы и прочее, прочее Эта вторая группа очень неоднозначна Да, она используется после глагола, но мы еще ее встретим Не все эти прилагательные, но очень многие из них, когда они стоят перед предметом И посмотрим, как это может вообще быть Теперь то, что может стоять перед предметом и обычно стоит только перед предметом и не перед чем другим Третья группа Прилагательные усилители Почему их называют усилителями? Ну потому что в английском это называется emphasizing adjectives То есть усиливающие прилагательные Они никакого особого смысла не несут, их можно вообще не использовать, но тем не менее, если я хочу что-то подчеркнуть, если я хочу что-то выделить, я их ставлю Ну вот, например, это может быть entire Весь Total Тоже весь Полный Вот они все такие в таком духе Absolute Сюда еще можно отнести Absolute disaster, допустим, абсолютная катастрофа Total recall Тотальное воспоминание Или воспоминание всего Сюда же complete Complete, когда полный, тоже тотальный То есть по сути синоним слова total и entire Еще вот, например, mere Простой И так далее, и так далее Их достаточно много, но они по сути значат почти все одно и то же То есть полный, тотальный, абсолютный и вот что-нибудь в этом духе Обращаем еще внимание на такое У нас опять нарисовалось прилагательное на a Которое стоит перед предметом Мы только что говорили в первой колонке, что после глагола ставятся все эти прилагательные, которые начинаются на a Ну и где логика? Здесь absolute стоит Absolute, по идее, тогда после глагола должен стоять Но он стоит перед предметом Почему? А потому что это слово иностранного происхождения Раз И второе Это слово играет роль усилителя А не состояния Здесь важно не только обращать внимание на какую букву наша прилагательная начинается Но также важно понимать, что оно вообще значит Едем дальше Следующая группа прилагательных, которые в 99, наверное, процентах случаев стоят перед предметом Это так называемые прилагательные классификаторы То есть они просто определяют наше существительное в какую-то группу В английском они так и называются Classifying adjectives Ну и их отличительная черта в том, что они нейтральные Они показывают какие-то объективные характеристики предмета То есть это не личное мнение, это не усиление, это не чувство, это не состояние Это просто вот объективная характеристика Грубо говоря, там industrial output Промышленная производительность Domestic То есть что-то относящееся к домашнему хозяйству Digital, цифровой То есть есть аналоговые какие-то устройства Есть цифровые устройства И так далее, и так далее То есть всё нейтрально, всё выдержано Никаких эмоций, ничего такого Мы просто получаем дополнительную информацию о предмете Какого рода это предмет Теперь у нас самая интересная группа Это группа прилагательных, которые могут стоять абсолютно везде Им по сути всё равно, как стоять То ли после глагола, то ли перед предметом При этом они разделяются на две подгруппы Первая подгруппа изменяет свои значения Вторая подгруппа не изменяет свои значения Итак, сначала те, которые абсолютно не изменяют свои значения Это те прилагательные, которые показывают субъективную характеристику То есть по большому счёту личное мнение В английской терминологии их иногда ещё пишут как Qualitative adjectives И сюда относится огромная группа прилагательных Собственно, когда мы думаем о прилагательном Мы обычно думаем о qualitative adjectives То есть все эти beautiful, nice, ugly, big, little и прочее, прочее, прочее Это всё сюда И, наконец, теперь самая интересная группа из всех И вот здесь мы увидим те прилагательные и те группы, которые мы уже видели А именно Это те, которые показывают физическое самочувствие И чувства вообще При этом они получают значение не частное Как вот мы имеем в первой колонке То есть, ну, грубо говоря, я чувствую себя плохо Или я больна I am sick, I am ill и всё такое Здесь это уже обобщающее такое прилагательное Которое показывает не просто отдельного человека Оно показывает группу людей То есть, больные люди Вот то, что было в самом верхнем примере Ill children То есть, здесь у нас имеется в виду Не просто дети, которым плохо, которые болеют А все те дети, которые болеют То есть, по сути, у нас здесь классификация И именно поэтому Ill может в таком случае стоять перед существительным Или перед предметом Или же, допустим, у нас может быть такое Sure, deal Верное дело Здесь у нас стоит sure Но что это такое? Это не уверен, как было в первой колонке Там, где у нас I am sure Здесь у нас sure Это фактически слово right То есть, здесь оно меняет просто свое значение И в этом значении sure может употребляться перед deal Или перед любым другим, скажем так, предметом Далее, вторая группа, которая сюда попадает Это наши классификаторы Которые, опять же, изменяют свое значение И уже не являются, собственно, классификаторами Поэтому я их в кавычки вот так возьму Здесь они просто показывают субъективную характеристику И вот в четвертом у меня здесь было слово industrial Вот я возьму сюда, его перепишу И если здесь, допустим, было industrial output То есть, промышленная производительность Или производительность производства Что-нибудь такое Здесь у меня будет This design Или this interior Looks industrial Или a bit, я даже поставлю Industrial То есть, этот интерьер выглядит как промышленный, индустриальный То есть, вот у нас действие Здесь еще a bit всунулось Но его могло, в принципе, не стоять И вот у меня, наконец-то, прилагательное Вот, пожалуйста, оно может стоять запросто после действия Но у нас совершенно другое industrial Не то, что здесь Из этого мораль нужно очень внимательно смотреть В каком значении у меня стоит слово Чем оно является Что оно значит Что стоит перед ним Что стоит после него Потому что это очень важно Если я вижу, что у меня перевод не клеится Или я вообще не понимаю, о чем идет речь Нужно посмотреть в словаре Возможно, это прилагательное Имеет еще какое-то значение А теперь я буквально на секунду Хочу вернуться в свое упражнение Которое я делала до этого И посмотреть Какого рода прилагательные у меня были И в какую группу их можно относить Итак, предложение первое Arter favor Смотрим, что мы имеем Оно стоит перед предметами Поэтому это у меня усилитель Более того, я здесь даже его написала Поэтому здесь у нас emphasizing adjective Не мудрено, что он стоит перед failure Далее, второе Each failure was inevitable Inevitable у меня стоит после be То есть после глагола Смотрим Какие у меня могут стоять после глагола Либо это те, которые на a начинаются Это не мой случай И далее те, которые показывают физические чувства Или самочувствие Это тоже не мой случай Кроме того, я помню, что после глагола Могут стоять субъективные характеристики Здесь вообще все, что угодно может быть И это, скорее всего, оно и есть Это субъективная характеристика Далее, следующее None of the equipment in the warehouse is domestic или unsafe Domestic явно классификатор какой-то Unsafe это опять же субъективная характеристика Хотя с другой стороны, в другом значении Это тоже можно считать классификатором Это, собственно, наш случай Третья колонка Те, которые изменяют свое значение Могут стоять везде Далее, третье Educational entertaining Здесь явно субъективная характеристика Можно даже не заглядывать Как в первом, так и во втором Далее, четвертое Serious Понятно, что это субъективное мнение Тоже характеристика Мне негде это писать Я уже просто скажу Далее, underlying Underlying не может стоять после действия Оно и не мудрено Почему? А потому что underlying является классификатором То есть, какого рода проблема Основополагающая А есть еще проблемы менее серьезные И еще менее серьезные Поэтому здесь у нас классификация Именно поэтому underlying может быть только перед существительным В то время как сервис может гулять по предложению Это субъективное мнение Далее, пятое То же самое Stupid Субъективное мнение Поэтому ему вообще все равно, где стоять А вот legal может менять свои значения И в одном случае это классификация Тогда оно перед аргументом И никак иначе А в другом случае это личное мнение Или же какая-то, опять же, субъективная характеристика Поэтому в таком случае, естественно, ему можно ставить хоть везде Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео Равно как ссылка на всю эту таблицу Равно как ссылка на упражнения по теме Также в описании видео Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал